да нет для меня всегда важно для меня важный результат я бывший спортсмен все-таки футбол играл много лет и я понимаю что ну не бывает участия вы вот этот лозунг за который я бы не победа участия я бы удушил человека который это придумал потому что это ну зачем ты душишь слабого человека славы придумал наверняка главное в банкете поучаствовать олимпийский мишка придумал а ради чего тогда действительно то есть ты такой цели но тогда скажи как ты переживал если я вам важна победа вот 16 место это же такое но я был убит в этот вечер я как ну естественно как мог держался были камеры нужно было как-то говорить хорошо о том что вот плюс приехал еще редван который мой продюсер приехал на финал меня поддерживать он мне сказал очень очень хорошую фразу не только мне еще в телевидении сказала что он говорит подождите говорит это только начало не он наверное был прав потому что все равно как как выясняется потом люди которые побеждают в этом конкурсе зачастую они потом так и пропадают потому что я не помню ну я помню конечно дима он в нашей стране он у нас артист и мы все его знаем и помним кроме абы и вспомнить то никого я там и говорю что там победа в принципе не важно я участвовал в телепроекте секрет успеха когда когда приехал в москву в 17 лет сейчас все думают что я выиграл в этом проекте я там занял третье место на самом деле вот просто не будет и не помню да спустя несколько лет никто не помнит кто там победил и главного участия а вот ну хорошо история с редваном ну вот и летишь сейчас в америку зачем потому что потому что появился шанс шанс на что на международное признание на то что пробиться там меня уже подписал universal европейский я подписал контракт с редваном и у меня у первыми в россии артисты есть шанс сделать что-то там за рубежом пробиться как на на тут на европейский рынок потом американский как ты думаешь почему до тебя никто этого не сделал ну а неужели все были секундочку секундочку но были все-таки тату но и все немножко другой проект их просто переиздали их там не делали как новых артистов просто взяли как успешный проект который продается в нашей стране очень успешный и просто переиздали их альбом на английском языке даже клипа им не переснимали а просто сделали то же самое там везде по всему миру и это выстрелила на тука вы ребята но больше никого не вспомним таких которые на 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 весь мир ты но тату единственный кто кто сейчас я пытаюсь нет альди меола и леонид агутин ну а что да не вот на форум пришел вопрос доброе утро алексей пока молодой и красивый поете снимаетесь но время-то идет бабах не зрело с чем планируете заниматься когда девчата ваши поклонницы станут женщинами и тут же сергей николаевич отвечает владиславу будет стас михайлов 2 так ли это но если потяжеловесни там уже коньячок руки твои целую женщина моя тогда душа колени душа колени в аду мы накидаем эти 15 слов ну до этого дожить надо конечно сначала потому что ну время такое вдруг конец света в следующем году я буду задумываться чем мне потом делать а вот таки хороший вопрос алексей воробьёв соберет кремлевский зал но я вообще ставлю цели повыше если честно ну вот сейчас завтра если концерт завтра если концерт ну если билеты бесплатно раздавать до а стаса михайлова другая цена за билеты абсолютная звезда в нашей стране он собирает огромные залы по всей россии может быть на евровидении михайлова позвать благословит зал всю европу и все нормально будет я уверен что нужно сделать это в следующем году уверен что результат будет будет точно не хуже но по крайней мере надеюсь лучше чем у пугачева не она заняла 15 место на евровидении ну вот иркоров семнадцатая я занял шестнадцатая я в отличной компании там нашелся но как все-таки лёш вот если коротко почему нет у наших успеха за рубежом вот коротко ну потому что проще говоря конечно не нужны наши артисты за рубежом не ты же это понимаешь и все роли лезешь туда а потому что у меня есть шанс хоть какой-то здесь у меня все равно ну что ну все же так думают что есть шанс ну все же но все так думают сборная россии то лезет на чемпионат мира у нее же есть шанс вот понимаешь что нет шансов но все равно лезет зарапает коленки бьется носом я я считаю так просто что когда ты ставишь какие-то большие невозможные цели у тебя есть шанс хоть куда-то повыше пробиться не а если думать о том что ну вот здесь ну хоть в нашей стране лично мы прерываемся на песню новости и встретимся минут через десять а а а а Продрогшие стены и на подоконниках сохнут растения Забыть о тебе не дают опасения, что ты ко мне вернешься вновь Я с этой напастью стою и крошу всю посуду на счастье И все, что останется, все в твоей власти Моя любовь и моя боль Светы минуты забыть о тебе не получится Так лучше не мучиться больше ни ночи, ни дня Как с веревкой на шее без тебя Открытые двери в закрытое сердце Все слишком красиво в нашей пьесе Финальная улыбка меня взбесит твое молчание Бутылки, стаканы, зализываю рану Сегодня я снова буду пьяный Как будто бы все по барабану Как будто бы ты со мною рядом Звонки и сообщения здесь все говорит о моем поражении Я должен себя тормознуть, но отчаяние меня заводит вновь Я мог бы смириться, я гордостью мог бы своей поступиться С улыбкой натянутой комедией в лицах Сквозь слезы я бы разыграл С пятой минуты забыть о тебе не получится Так лучше не мучиться больше ни ночи, ни дня Как с веревкой на шее без тебя Открытые двери в закрытое сердце Все слишком красиво в нашей пьесе Финальная улыбка меня взбесит твое молчание Бутылки, стаканы, зализываю рану Сегодня я снова буду пьяный Как будто бы все по барабану Как будто бы ты со мною рядом Открытые двери в закрытое сердце Все слишком красиво в нашей пьесе Финальная улыбка меня взбесит твое молчание Бутылки, стаканы, зализываю рану Сегодня я снова буду пьяный Как будто бы все по барабану Как будто бы ты со мною Открытые двери в закрытое сердце Все слишком красиво в нашей пьесе Финальная улыбка меня взбесит твое молчание Бутылки, стаканы, зализываю рану Сегодня я снова буду пьяный Как будто бы все по барабану Как будто бы ты со мною рядом Ранета продолжает свой эфир Вот это Лех Да, это я Воробьева зову У нас сегодня в гостях актер и певец Алексей Воробьев Мы продолжаем Леша, значит читаю твою биографию На сайте best people of Russia Ничего себе Знаешь такую? А что я там делаю? Ты там, ты best people Там какая-то отдельная номинация У тебя даже тут рейтинг какой-то есть Ну и что? Ничего хорошего На шестнадцатом месте я там посмотри, пожалуйста А тут так вот он не важно Я потом... А, есть! Рейтинг 2822 Всего голосов 1778 Дней в рейтинге 630 10 комментариев Ну вот я не знаю, как интерпретировать эти цифры Меня другое заинтересовало Значит, во-первых, человек, который писал эту биографию Ты с ним наверняка не знаком Но факты, факты встречаются Смотри В декабре 2007 года в Нью-Йорке На встрече Всемирного молодежного совета ООН Алексей Воробьев был выбран послом доброй воли Что только положительно отражается на биографию Алексея Воробьева Что такое быть послом доброй воли? Какие функции должен выполнять посол доброй воли? Я посол доброй воли по борьбе со спидом Вот У меня отдельная номинация То есть я не то, что я... Женщина номинация Ну, я имею в виду У меня отдельное дело, которым я занимаюсь Вот, это не... Есть просто такие там посол доброй воли Как там, например, Анжелина Жоли Она вообще посол доброй воли всего, да, сразу И она... У меня в нашей стране я посол доброй воли по борьбе со спидом Меня выбрали после, ну, года такой усиленной работы Потому что сначала мне просто предложили Работу в этой области Встречаться с молодежью, работать с детьми Вот, ну, и просто проводить встречи И благотворительные концерты, мероприятия подобного образа И спустя год меня наградили И у меня теперь в этой номинации так и... Наградили чем? Мне вручили такую штуку прямо в центральном офисе ООН Ну, такой... Аворд Как это назвать? Ну, статуэтку Аворд И сверху такой стеклянный шар Ну, как земной шар, но он стеклянный такой И ты до сих пор являешься послом доброй воли? Ну, да, но это... Оно не отбирается никогда, это звание Но ты должен что-то пожизненно делать? Или ты просто посол и спишь? Просто нет, я участвую в программах Я уже работаю с компаниями, там, Dance for Life в нашей стране Много с YPR Мы с ними все время работаем, контактируем Если есть какие-то мероприятия, да, в которых я могу поучаствовать То они всегда меня зовут Даже просто в школу иногда ездим с Dance for Life Мы раз приезжаем в школу, пляшем, танцуем Потом там организуется такое дело Ну, чтобы дети не в подъездах ходили, озирались А потом они после школы могут приходить, танцевать То есть специальные ребята-хореографы приходят, с ними танцуют Они общаются на темы, более взрослые Чему-то учат детей А при чем здесь спид? К тому, что нужно знать, как с ним бороться Точнее, не с ним, а как сделать так, чтобы им не заразиться Ну вот, давайте, вот это интересно Я просто, нет, я хочу объяснить, что Обычно все подобные программы Их распространяют и занимаются ими взрослые люди И когда они общаются с молодежью, выходит, да, дядька такой, которому уже за 40, за 50 Говорит, дети, надо, значит, использовать вот эти вот штуки, вот эти презервативы Он говорит, надо их использовать Ну и дети сидят, думают, ну понятно, чего он нам рассказывает Он даже не знает, как вообще это использовать по жизни А когда нормально я выхожу Ну мы с ними практически одного возраста Они уже, естественно, помладше, у меня сейчас 23 Но мы все равно общаемся абсолютно на своем языке И я им рассказываю какие-то веселые истории свои, там, жизненные перипетии Им весело всегда Тебе 23? Да 23 А я, значит, уже мужик за 40 Да, ты вот тот самый, который не знает уже, как пользоваться вот этой штукой Леш, ну у меня знаешь, какой вопрос? Ну, ты, в принципе, ответил, что у тебя 23 И у меня вопрос, по идее, должен был пропасть Вот все вот эти истории публичные Публичные подружки Публичное обсуждение личной жизни Интервью, в которых ты, там, говоришь о каких-то вещах Это, говоришь ты, это, говорит, пиар-менеджер И ты понимаешь, как бы, вот следствие всего этого Ну, у меня нет пиар-менеджера Я как-то сам могу справиться со всеми ситуациями жизненными И, ну, как ты уже правильно понял Ну, мне действительно, мне 23 года И я, да, я влюбляюсь Мне нравятся девушки, я их люблю И просто так происходит сейчас В моей жизни я не могу взять, остановиться, завести семью И я даже скажу больше Меня многие почему-то за это винят сейчас Но я считаю, нужно винить тех людей, которые торопятся с этим Которые создают семьи, рожают детей, а потом разводятся И непонятно, как эти дети будут расти потом Вот за это действительно нужно винить людей Потому что это плохо Это безответственно Да То, что молодой парень гуляет Это абсолютно нормальное дело Это нормальное дело Но тебе самому в кайф то, что это обсуждает вся страна Все обсуждают подружку Бросил, не бросил А потом еще эта подружка начнет рассказывать какие-то истории о тебе Это все будут фотографии Журналы, там, миллиарды историй И... Ну это же ужас Не, ну это сложно, конечно Но в моей жизни были отношения, например До тех отношений, которые я прямо... Ну вообще в них ничего не скрывал Мы вместе ходили, радовались жизни Как любой нормальный человек Мы приходили в ресторан, целовались И делали, что хотели Ну вот так себя ведут нормальные люди До этого я все время во всех своих отношениях Довольно часто это были известные девушки Я все время прятался Я все время куда-то ее думал Вот так вот надо и правильно Потом подумал, хочется быть нормальным А родственники что говорят по этому поводу Мама что говорит Ой, Алеша Вот, вот, ой, Алеша Чем кормить его на Евровидении Да, ты покушал, это понятно Но имеется в виду, что Она-то все равно следит за этим всем Ей же, ну наверняка, где-то неприятно Или наоборот Мама счастлива, что я занят делом Что я работаю Что я помогаю папе, маме Что я им... Ну, что я все равно Я в семье, что у меня все хорошо Для мамы это самое главное Она как-то довольно легко относится Ко всем вот этим вот историям Потому что, ну, она понимает Что я просто еще молодой И что с меня взять-то Угу Субтитры сделал DimaTorzok